Август месяц подарил молодежи области Абай и Восточно-Казахстанской области самые яркие эмоции, знания и незабываемые впечатления, ведь ребята смогли принять участие в региональном лагере «Ос Кристалл-2023». 36 участников в возрасте от 11 до 18 лет смогли погрузиться в атмосферу немецкого языка, культуры, традиций, истории, танцев, кухни немцев Казахстан, а также подружиться друг с другом и активно провести время. Языковой лагерь проводился на базе Елемай, которая расположена недалеко от города Семей и находится в Сосновом Бару. Был большой выбор помещений для проведения занятий, что помогло преподавателям создать комфортную атмосферу на занятиях и проводить их и в помещениях, и на свежем воздухе. Преподаватели немецкого языка Ольга Бедер, Елена Шумахель и Анна Шмидт провели для участников собеседование, благодаря которому поделили ребят на три языковые группы. Кто-то только начинал изучать немецкий язык, а у кого-то уже были хорошие знания. Учителя немецкого языка отличались высоким профессионализмом и квалификацией, творческим подходом, методической грамотностью и ответственностью. При подведении итогов участники отмечали нестандартный подход, интересные формы работы, коммуникативные принципы построения занятий и способность донести материал просто и доступно. Везде присутствовал этнокультурный компонент. Дети знакомились с биографией знаменитых немцев Казахстана, а также с теми людьми, которые внесли вклад в культуру России и Казахстана. После обеда у участников проводились воркшопы «Aktualis Deutschland Bild», «Bewägung Spiele» и «Meinweg mit Wiedergeburt», в рамках которых шло знакомство с деятельностью Фонда Возрождения, Союза немецкой молодежи Казахстана, работой общественных объединений, молодежных клубов региона, народными играми, традициями, обычаями и атрибутами праздников. В лагере работал языковой ассистент Мару Фрош. Он проводил воркшоп «Aktualis Deutschland Bild» ежедневно, а также был активно задействован при проведении занятий немецкого языка и вечерних мероприятиях. Мару Фрош ответственно подходил к проведению своих занятий, добросовестно выполнял свои функции и возложенную на него задачу – коммуникации с участниками на немецком языке. Алексей Родионов, учитель истории, рассказал ребятам, когда появились первые немцы в нашем регионе, познакомился с знаменитыми людьми края и местами, которые исследовали этнические немцы. Элеонора Бедр проводила кулинарные мастер-классы, учила ребят готовить кребли и вафли. Виктор Шмидт, художник, проводил творческие мастер-классы. Ильнара Вахитова, участница клуба немецкой молодежи «Глюк», выпускница театральной студии «Новая студия Глушковых», познакомила ребят с основами театральной деятельности, провела несколько тренингов. В лагере было три отряда – «Грюныштерны», «Кёлин», «Роттермон», работу которых координировали трое вожатых – Бедр Полина и Эсбергенов Ермек, активисты клуба немецкой молодежи «Глюк» в городе Семей, и Данилова Дарья, лидер клуба немецкой молодежи «Шпас» города Усть-Каменогорск. В течение месяца перед проектом Ольга Бедр и Мария Горбачевой проводились онлайн и оффлайн встречи для вожатых с целью подготовки их к работе в лагере. На досуговых командообразующих вечерних мероприятиях, проводимых Софией Бедр, участники знакомились друг с другом, смогли проявить себя в творчестве, готовя танцы, сценки к мероприятиям, смогли создать семейное дерево, изучая историю своей семьи. Сегодня педагогам и всему коллективу лагеря радостно видеть ребят на встречах молодежных клубов и на курсах немецкого языка, заинтересованных, заряженных и увлеченных. Общаясь друг с другом, они все еще вспоминают время, проведенное вместе. Языковых лагерей для подростков и молодежи в этой части страны не было больше 10 лет, и первый проект после долгого перерыва прошел успешно, и, возможно, станет хорошим началом традиции таких проектов в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok